мы будем потихоньку уже начинать сначала давайте проверим что у нас техника сегодня не подводит все ли меня видят все ли меня слышат еще раз нет ли проблем с презентацией если все окей что-нибудь напишите в чатике давайте поздороваемся либо просто плюсик если проблем никаких нет мы тогда начинаем отлично отлично ну я думаю опаздывающие подтянутся вебинар в любом случае у нас будет доступна запись этого вебинара которую мы выложим дальнейшем на youtube на нашем сайте тогда давайте начнем меня зовут максим васюхин я продакт менеджер по оборудованию ялинг IP телефоном и сегодня я вам хочу рассказать о последних новинках от ялинг новые телефоны 5 серии 54s 52s примерная схема сегодняшнего доклада собственно посмотрим на эти модельки поговорим о маркетинговой стратегии о ключевых преимуществах ну и несколько сравнений с уже имеющимися телефонами в линейке ялинг собственно телефоны вы можете видеть сейчас на слайде кроме того они доступны по видео стоят передо мной телефоны как вы видите имеют совершенно новый дизайн в отличие от 4 и 2 линейки две модельки уже из хай-энд сегмента телефонов ялинг и можете видеть рекомендованную розничную цену ну соответственно статусность и функционал он и тем более качество но стоит денег и я вас уверяю ялинг телефон от ялинг стоит стоит своих заявленных денег вот собственно так они выглядят давайте более подробно остановимся на некоторых технических характеристиках каждой модельки 54s линейка 54s телефон это телефон скажем он немножко лучше старше чем 52 основные характеристики на экране можете пока ознакомиться бегло я наверно все не буду зачитывать остановлюсь на некоторых главных в первую очередь дизайн дизайн ялинг всегда старается быть в тренде ялинг слушает своих пользователей собирает фидбэки всегда и собственно пятая линейка уже в новом дизайне я думаю вы все знакомы с 58 телефоном и 56 телефоном которая у нас на андроиде и соответственно пятьдесят четвертый пятьдесят второй телефон призвана дополнить непосредственно пятую линейку и в чем же здесь ключевые особенности в части именно по технике по функционалу эти телефоны имеют во-первых цветной экран оба телефона цветной сиди же кристаллический экран эти телефоны уже имеют встроенный bluetooth bluetooth необходим для подключения беспроводных гарнитур но подальше мы дальше мы об этом еще подробнее поговорим у телефона по и действию usb разъем который теперь используется может использоваться для многих функций не только для подключения wi-fi модуля например опять же скажу об этом чуть дальше поподробнее количество сип аккаунтов в этой модельки 16 и наверное одна из самых важных особенностей к этому телефону можно подключить уже цветной модуль расширения модуль расширения с цветным экраном xp50 вторая моделька на сегодняшний день самая младшая в пятой линейке мне уже поменьше экран можете обратить внимание у него поменьше экранных клавиш которые справа и слева от экрана и поменьше сип аккаунт в остальном функционал очень схож с 54 телефоном это все тот же встроенный bluetooth поддержка кодеку опус кстати говоря я линк сейчас во всех своих новых моделях этот функционал реализовал во всех новых моделях начиная с четвертой линейки уже кодек опус поддерживается ну и соответственно сейчас даже к самой младшей самой младшей телефонной из пятой линейки можно подключить модуль расширения xp50 который еще раз напомню с цветным экраном если в двух словах о телефонах в их характеристиках теперь давайте поговорим собственно зачем зачем эти телефоны нужны на рынке какое у них позиционирование в первую очередь телефоны пятой линейки на сегодняшний день являются high-end скажем так high-end уровня телефоны они по позиционированию в принципе по цене выше четвертой линейки пятая линейка в целом у нас появилась не так давно буквально в конце прошлого года во второй 56 а эти три и модели работают на операционной системе android я не так давно рассказывал про эти телефоны и чите записи вебинаров они очень интересные очень большой функционал очень много что можно интересно с ними сделать и соответственно тема сегодняшнего повествования но новые две модели 52 54s которые на сегодняшний день дополняют полностью линейку телефонов 5 серии которые младшие младшие телефоны могут устанавливаться уже на рабочие места сотрудников непосредственно старшие телефоны скорее позиционируются для топ-менеджмента и собственно кому четвертой линейки уже не хватает не хватает по разным может не хватать по разным причинам там по статус по статусности по функционалу пятая линейка способна сейчас удовлетворить практически все потребности наших пользователей еще одно позиционирование этой модельки для чего но это это линейки наверно в целом она признана дать больший выбор для пользователей которые до сих пор использовать либо использовали например старую 4g серию телефонов то есть теперь у них есть выбор обновиться либо на 4s либо уже на старшие модели 56 58 телефон и вот 53 54 для сотрудников на местах ну несколько слов о основных ключевых преимуществах этих этих телефонов этих моделей ялинг выделяет таковых 7 первую очередь дизайн что сразу бросается в глаза цветной экран во все линейки пятой линейки телефонов это встроенный bluetooth опять же во все линейки это экранные клавиши dss case это конечно же это аудио это звук потому что ялинг первую очередь это качество это качественный звук телефон нам нужен для того чтобы звонить в первую очередь чтобы было хорошо слышно и нас и звонящего это возможность теперь использование из big гарнитур по всей этой линейки телефонов не нужно теперь заморачиваться искать гарнитуры с разъемами g9 например либо искать какие-то переходники теперь можно обычную компьютерную гарнитуру так скажем подключить телефону и наконец-то появилась возможность использовать цветной телефон цветным экраном и модуль расширения цветным экраном вот теперь несколько слов о каждом о каждом о каждом этом преимуществе отдельно 52 54 с кроме цветного экрана обладает еще возможностью регулирование по углу наклона причем пятой линейки это сделано очень интересным образом я попытаюсь вам показать чтобы вы обратили внимание это некая такая конструктивная особенность подставки поставки теперь есть специальные движущийся элемент скажем так который очень легко с помощью которого очень легко можно изменить угол наклона если помните с предыдущих моделях других линейках для того чтобы сменить угол наклона телефона необходимо было снимать непосредственно саму подставку теперь этого делать не нужно теперь это регулируется но и взгляд очень удобно с помощью таких движущих движущихся элементов и можно уже настроить телефон под себя под углом наклона чтобы не попадал например свет там солнечную погоду либо от лампы чтобы экрану чтобы было все четко видно не было никаких бликов на экране можно замечательно в два движения регулировать регулировать положение наклон телефона подчеркивая статусность и высокий уровень исполнения дизайна телефона в пятой линейке все эти телефоны обладают цветным цветным экраном кроме скажем так внешней красоты и информативности на самом деле цветной экран несет в себе ряд других важных функций например если вы знакомы с нашей линейкой телефонов они поддерживают 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 удаленную записную книгу в формате лдап то есть они могут брать фотографии из актив директори все контактные данные и соответственно вы можете уже видеть в хорошем качестве в том числе фотографию звонящего вам сотрудника коллеги для больших компаний думаю это очень актуально когда очень часто коллеги общаются по телефону но не знают как они выглядят в живую многие крупные компании используют льдап используют актив директори и собственно телефоны с цветным экраном позволяют отображать фотографии звонящего например один из вариантов применения встроенный блютуз встроенный блютуз у всей пятой линейки блютуз встроен нужен он в первую очередь для подключения беспроводных гарнитур но в старшей линейке телефонов пятьдесят восьмых и пятьдесят шестых кроме беспроводных гарнитур можно еще подключить мобильный телефон и синхронизировать например контакты в младших модельках пока мобильный телефон подключить нельзя но гарнитуру уже можно использовать без каких-либо дополнительных вложений без дополнительных модулей если помните например в четвертой линейке чтобы активировать блютуз нужно докупать дополнительно модуль блютуз и вставлять его подключать через usb разъем с пятой линейки это уже это уже не нужно пятьдесят второй пятьдесят четвертый телефон имеет достаточное количество программируемых клавиш экранных которые находятся справа и слева непосредственно от экранного меню эти клавиши с двухцветной индикацией красный зеленый фактически можно их использовать по-разному и заводить много сип аккаунтов но основное использование конечно в качестве blf клавиш то есть клавиш быстрого набора и отображение статуса абонентов занят он сейчас либо разговаривает ну вот это удобно удобно реализовано в новых модельках в том числе меню экранное перелистывается имеет фактически три страницы вы можете либо до двадцати семи значений либо до двадцати одного значений на пятьдесят втором телефоне использовать соответственно линии blf например не нужно в каких-то случаях не нужно будет дополнительно инвестировать и покупать модуль расширения многим сотрудникам может хватить этих трех страниц экрана для клавиш blf качество голоса как я уже сказал линк в первую очередь это качество и телефоны нам нужны в первую очередь для того чтобы звонить я думаю что лучше похвала любому телефону когда с ним нет проблем и не замечаешь вообще как он работает но что весь мир сейчас движется к тому что скоро голос в трубке будет неотличим от голоса коллеги который сидит за соседним столом и фактически я линк этому стремится качество звука качество голоса постоянно повышается совершенствуется это зависит от нескольких факторов безусловно это это как и компоненты которые используются в телефоне я имею ввиду динамика микрофон то есть качество захвата и передачи звука голоса это специальный дизайн это специальный дизайн трубки это специальные подобранные необходимые скажем так выемки необходимое расположение микрофона на трубке например в 52 54 телефоне микрофон захвата голоса находится уже на самом верху то есть максимально близко к говорящему вот на слайдике вы можете видеть где он находится собственно это способствует захвату голоса реально в 360 градусов вы можете разговаривать по громкой связи и одновременно ходить вокруг своего стола что нельзя было сделать с там с младшими например линейками телефонов либо у многих конкурентов это такой возможности нет из-за плохого качества непосредственно захвата голоса это но кроме аппаратных скажем так решений и аппаратных улучшений качества голоса это конечно еще программные в новой линейке улучшено эхоподавление в том числе и опять же с помощью кода опус можно повысить качество голоса на разных интернет каналах насколько всем известно телефон наш подключается по протоколу сип работать через интернет и качество интернет канала очень важным для качества голоса передачи качество звука и соответственно кодек опус может работать и работает в автоматическом режиме он подстраивается под ширину канала использует разное частоту разное сжатие и в общем то уже все движется к тому что не нужно уже будет подбирать кодеки какие использовать можно будет использовать один кодек достаточно передовой и соответственно поддерживается в последних моделях телефонов ялинг наконец-то можно подключить гарнитуру компьютерную многие многие используют гарнитуры на рабочих местах например для разговоров по skype либо там для других для других задач и теперь не нужно искать специальную гарнитуру не нужны дополнительные инвестиции можно использовать стандартные проводные гарнитуры которые подключают через usb либо беспроводные гарнитуры которые у которых есть возможность подключения по usb проводу например базовой станции это тоже работает и чуть дальше собственно вот список протестированных гарнитур от компании ялинг можете видеть протестировано большое количество гарнитур скажем так самых популярных производителей это пантройный жабр сенхайзер проводных так и беспроводных но по факту мы еще не сталкивались с проблемой когда кто-то не мог подключить гарнитуру через usb разъем список протестированных моделей достаточно обширен ищите свою подключайте новые и будем рады всегда получить обратную связь по работе либо не работе будем решать проблемы в целом проблем быть не должно ну и одна из ключевых особенностей 5 линейки все ко всей 5 линейке можно подключить модуль расширения модуль расширения называется exp50 работает только с 5 линейкой в отличие от 2 и 4 линейки например 5 линейки можно подключить максимум до трех модулей расширения о 4 линейке там к 46 и 48 их можно течение до 6. И опять же, не стоит забывать, если вы будете использовать больше одного модуля, нужно будет дополнительное питание. То есть сам телефон можно подключить, например, получить питание по пое, но этого питания хватит только на один модуль расширения. И важная, отличительная особенность, теперь модуль расширения подключается через порт USB. То есть USB-порт стал очень универсальным в пятой линейке и конкретно в младших моделях 52-й и 54-й. Ну и, конечно, цветной экран, цветной экран модуля расширения. У нас и по моему опыту, и по опыту компании нашей приходили запросы, например, когда наши партнеры использовали, например, 46-й телефон, либо 48-й телефон с модульом расширения XP40. Но тут был некий такой диссонанс телефона с цветным экраном, но модуль расширения с черно-белым. были у нас запросы, было такое некое FI, скажем так. Ну вот теперь и для таких пользователей у нас есть решение цветной экран на модуль расширения с цветным телефоном. Вот это вкратце об основном функционале, об основных особенностей. И хотелось бы сравнить с четвертой линейкой, все-таки это пятая линейка, скажем так, это high-end продукт, и какие же основные отличия от четвертой линейки. Наиболее 54-й S-телефон наиболее схож по характеристикам 46-м телефоном. Но есть некоторые отличия. Во-первых, в 54-м телефоне использован более мощный процессор и используется больше оперативной памяти. К чему это ведет? Это ведет, конечно, к быстроте реакции телефона. Когда мы путешествуем по экранному меню, например, когда мы осуществляем звонок, когда мы собираем конференцию на телефоне в три участника. То есть мы теперь не ощущаем никаких тормозов, если можно так выразиться, на телефоне. Все это делается быстро. Это быстрая навигация по веб-интерфейсу. В пятой линейке, собственно, мощности еще больше, что призвано для пользователя вообще не замечать работу телефона. Все мы привыкли. Многие из нас, по крайней мере, работают с смартфонами, с флагманами, например, известных производителей. И, собственно, все мы привыкли к тому, что все операции происходит быстро. Ну и, собственно, в пятой линейке ее, наверное, можно сравнить с лаганскими смартфонами. Все происходит быстро, все работает качественно. Опять же, в 54-м телефоне уже встроен Bluetooth. В 56-м телефоне нужно подключать и покупать дополнительный модуль 540. Я не сказал про Wi-Fi. Конечно, в пятой линейке можно подключить к 54-му, 52-му телефону Wi-Fi модуль и подключить к сети через Wi-Fi, если нет возможности подключить по проводу, например. Также важной особенностью является возможность подключения USB-гарнитур, что нет в четвертой линейке в целом и у 46-го телефона в частности, ну и возможность подключения цветного модуля расширения. Для кого-то это действительно важно. 52-й телефон по функционалу, наверное, больше похож на 42-й S-телефон, но, опять же, обладает рядом ключевых преимуществ. Ну, первый вы, наверное, можете видеть сразу, глядя на два изображения этих телефонов. Это, в первую очередь, дизайн и цветной экран, конечно. Это первое, что бросается в глаза. Ну, а если говорить более подробнее, то это, опять же, лучшая производительность, лучшая оперативная память, это встроенный Bluetooth и это возможность подключения цветного модуля расширения. Ну и стоит отметить еще, что у 52-го телефона немножко побольше сам экран. Больше по размеру, больше информативности. Наверное, это все. Это все, что я вам хотел рассказать о новых моделях телефонов. Наши партнеры всегда могут взять эти телефоны на тестирование совершенно бесплатно. Можете сами посмотреть, попользоваться, оставлять свои отзывы. Ну, в целом, это все. Постарался не тратить много вашего драгоценного времени. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас в том числе в чате присутствуют наши технические специалисты. Ну, на этом все. Спасибо. Спасибо. Если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь с первым днем весны вас. Хорошего дня. Не забывайте заходить на наш сайт, смотреть по новинке, подписывайтесь на наши новости, на наши обновления. И до скорых встреч. Всем до свидания. Дмитрий USB гарнитуру можно будет подключить во второй порт USB, который будет на модуле расширения. То есть модули расширения друг к другу подключаются посредством USB порта. И на каждом модуле расширения есть USB порт. Вы можете использовать его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok